Друзья, у нас сегодня замечательная пара делится с нами своими ответами, как они нашли их, когда перед ними стали острые, важные, сложные для кого-то вопросы. Для них они оказались решаемыми. И самый первый вопрос для наших гостей Владимира и Елены Цис, мы сейчас услышим историю того, как эти люди стали парой, но вначале, как они встретили того, кто, я верю, изменил их жизнь. Решающая встреча. Как она произошла? Я уверовал в 90-е. Сначала у меня мама уверовала, Вера Александровна. И потом она пригласила... Я тогда занимался единоборствами и хотел быть сильным, быстрым и все такое. И она пригласила нас, меня и ребят, охранять евангелизационное собрание, которое проводил один из финских евангелистов. Мы пришли туда как охрана. Вы еще до армии или после? Это до армии, да. Мне тогда было, наверное, лет 17, может быть, или 18. И там мы услышали слово о Христе. И как-то из охранников превратились в христиан. Прямо за одно собрание? Ну, не за одно собрание. Наверное, месяца три я думал, ходил, задавал себе разные вопросы. И как раз было время поиска своей позиции в жизни, вот эти ответы на вопросы, зачем я живу, в чем смысл жизни и вообще в чем цель. Если я хотел стать мастером восточных единоборств, то потом понял, что это все равно ничему особо не ведет и все равно внутри вакуум продолжал оставаться, потому что я был одним из ведущих учеников в секции по единоборствам, где я занимался. Но, конечно, я разочаровался и Христос как раз стал тем ответом для меня, который я нашел и который мне полностью дал внутреннее удовлетворение. Вот так я обратился ко Христу. То есть я хотел быть крутым и сильным, а вместо этого стал верующим. Ну, и, наверное, не менее крутой все-таки, я думаю. Ну, судя по той ответственности, которую вы приняли, вы, уже будучи христианином, и сейчас занимаетесь институтом Харис, библейским институтом, работаете с молодежью, пастор церкви, сейчас стали епископом Ассоциации христианских церквей по северо-западу. То есть для молодого человека это достаточно хорошее поле деятельности, приложение своих сил. Да, слава Богу. Мне кажется, да, это отражает определенный потенциал, который заложил в вас Бог, и вы осознаете. С нами ваша супруга Елена. Елена, расскажите, пожалуйста, как в вашей жизни произошла эта встреча? Ну, как большинство девушек, после 17-18 начинают задумываться о семье, о том, чтобы встретить своего возлюбленного. Ну, сейчас это может так вот, высокопарно, я говорю, но тогда все было намного проще. Я довольно такая была творовая девочка, да, это у нас были большие компании. Но при этом часть своей жизни я посвящала музыке, и поэтому у меня такая была двойная жизнь. Я разрывалась между творчеством, искусством и общением с вполне неблагоприятной такой средой. И в какой-то момент, конечно, я переживала то, что было разочарование в отношениях с противоположным полом, и первая любовь не вполне удачная. И в такие моменты всегда хочется найти того, кто тебя действительно будет любить. И, слава богу, на тот момент были крусейды Билетжо Доггерти, и моя хорошая подруга, она как раз посетила такой крусейд, и на тот момент я училась в музыкальном училище имени Мусоргского, и у нас, наверное, часть студентов, да, они пошли вот на этот крусейд. Но я туда не сходила, а приняла Христа прямо вот через... От своих слов, что именно они такое рассказали, что о Христе, что вам захотелось его принять? Ну, я ещё раз скажу, что на тот момент я искала действительно того, кто восполнит мою вот эту вот нужду в любви, и мне просто сказали, что Лена, тебе нужен Бог, тебе нужно в церковь. И мы пришли вместе тогда в ЛДМ, проходили огромнейшие собрания тех, кто принял уже Христа, было такое пробуждение. Вот, поэтому я пришла и была среди многочисленного аудитории, которая вышла на покаяние. То есть я... Ну, меня очень коснулось поклонения, потому что была прекрасная музыка. Все знают Иеру Борисову, она вела тогда прославление. И меня... Я вся в рыданиях, в покаянии, в понимании, что мне нужен Бог, я вышла к сцене и приняла Христа. Вот, и с этого момента я поняла, что моя жизнь есть теперь тот, кто меня любит. Вот, но, к сожалению... Вы это пережили, да? Прям, ну, то есть не только поняли в уме, но и прям ощутили. Конечно, да, да, я ощутила. Но хочу сказать, что в жизни верующих многие не понимают, почему потом это проходит, вот это вот ощущение первой любви, и происходит такое небольшое охлаждение. Я всегда говорю нашим студентам, которые сейчас в Харис, что есть момент спасения, но есть момент посвящения. Это две разные вещи. И иногда они происходят не одномоментно, как, например, у апостола Павла был, да? Вот, что он в один момент, он и спасся, да, и посвятил свою жизнь Богу. Ну, многие просто после спасения, они могут уйти из церкви. То же самое произошло со мной, потому что меня всё-таки прельщала жизнь мирская. Я ещё не обновила свой разум, хоть я начала в какой-то момент ходить в библейскую школу, но когда я видела вот этих фанатичных ребят, которые поклоняются, я думаю, ну, буду верить, ну, вот только вот где-то вот так, сама, по себе, вот, ну, мне надо состояться как певице, как творческому человеку, и, ну, я так... После этого я как-то подумала. Да, да, я ушла в мир, то есть, и меня это стало затягивать, и лет пять я была без Бога, ну, как вне церкви, да? Вот, единственное, что хочу сказать, что всегда есть люди, которые за вас продолжают молиться. И если у вас действительно такие люди есть, вот, то, ну, вы знаете, к кому обратиться, когда запахнет горячим, таким жареным. Может, я сейчас уже... И что вы думаете, это были за люди в вашей жизни? То есть вы до сих пор не знаете их имён, но уверены, что они есть? Или вы прям знаете, кто это были за люди? Нет, вот подруга, которая меня как раз и привела в церковь, через которую я пришла ко Христу, она продолжала за меня молиться, потому что она продолжала ходить в церковь. И второй момент уже, когда моя жизнь рассыпалась на куски, потому что без Бога, ну, когда ты уходишь от Бога, Бог тебя не оставляет, но твоё сердце начинает охладевать, и ты постепенно действительно полумертвец такой ходит, да, по жизни. То есть вместо творческой состоятельности, расцвета карьеры, как бы внутри чувствуешь выжженное поле такое? Да, я работала в ресторанах, я работала уже на тот момент как эстрадная певица, но вся среда, с которой я общалась, это постоянные разгульные вечера, да, компании, и это всё разрушало. Я думаю, что если бы Бога не было, я бы, наверное, спилась в конечном итоге, да. Хотя была молодой девушка, да? Да, конечно, конечно, потому что это постоянные вот эти вот разгулы, они посовершают в жизни. Ну, я думаю, что важно, у меня тоже были люди, когда я уверовал, и был такой период вот эйфории, любопытства, когда ты сердцем понял, а потом голова медленно начинает догонять сердце, и ты начинаешь сомневаться, задаваться вопросами, и важно, чтобы был кто-то в твоей жизни, кто за тебя молится, отвечает на вопросы, ведёт тебя как за руку, потому что Господь тебя вывел, да, спас, но потом ты начинаешь и сомневаться, и задаваться какими-то вопросами, и поэтому важно, чтобы кто-то был, кто и молится, и поддерживает. В вашей жизни я знаю, что это была как минимум мама. Да. Я рада тому, что тоже мы с ней вместе молились, я видела чудесные ответы на наши совместные молитвы, но я уверена, что, конечно, огромную часть этого было её посвящение, и как мудрый человек у неё были также молитвенные партнёры, я была не единственная, и слава Богу. Друзья, хочу вас спросить, вы уже женаты не один год, у вас дети, что вы думаете, спустя столько времени, в притчах написано, всё знаю, но вот не знаю трёх, как муравей идёт, как змея поступит, и как находят путь к сердцу девицы там и так далее. То есть вот как вы нашли вот эти пути друг к другу? Вы сейчас поняли, это был правильный путь? Что за вехи были у вас на пути к встрече друг к другу и к счастливому браку? Ну, вехи, наверное, всех путь чуть-чуть разный, но я когда уверовал, было учение в церкви о том, что Бог предназначает и брак, и человека. У меня был соблазн, я учился в институте, где 500 девушек было на потоке, и всего 12 парней. Хранила вы для меня. Да, и у меня был соблазн большой, то, что там и были девушки интересные, и были девушки доступные, скажем так, я уже был верующим на тот момент. И я как бы был немножко в поиске, пока Бог однажды мне на служение через одну сестру сказал, что прямо, говорит, не ищи никого. И для меня это было как бы шоком, ой, что Бог знает. Она еще не готова, да? Да, и потом было слово, что я для тебя приготовил будущую жену, но она пока еще не готова сама. И на этом я как бы поставил точку и перестал там пытаться с кем-то встречаться, кого-то искать, и потом... Не сложно было эту точку поставить? Или наоборот облегчение? Достаточно сложно, но, с одной стороны, облегчение, что не надо ничего самому придумывать, потому что никто же не учит, там, как на свидания ходить. Да, и денег особо не было, в общем-то, там, даже на кафешке, да, наверное, хорошо. Окучивать. Да, да. А с другой стороны, как бы, я все равно был в церкви, там, ну, было много интересных девушек, и я периодически задавался вопросом. То есть, если не 500 барышень в институте, то в церкви тоже было достаточно? Да, и были девушки, которые, в общем-то, верующие. И я раза четыре задавал вопрос, не она ли, Господи. Вот, но каждый раз просто я это отдавал Богу, и он мне просто, вот, у меня как будто отвалились чувствовать, и все, у меня просто все прекращалось. Пока я вот с Еленой мы не стали, как бы, не возникла симпатия, как обычно вроде. Мы встретились тоже в церкви. Ну, да, на служение, это там отдельная история, но я стал молиться, как обычно, ну, думаю, вот, мне понравилась девушка, Господь, вот, я тебе это отдаю. Обычно все прекращалось на этом, когда я молился, вот, все, я тебе отдаю, все прекращалось, тут я отдаю, отдаю, оно что-то не прекращается, эти чувства все сильнее и сильнее. Ну, и в качественном итоге, вот, мы уже, как бы, уже тогда поженились, встречались. С твоей стороны, то есть для тебя самый главный момент был, вот, как бы, контакт с Богом, слышать его, и, и, отчасти, даже чувства, то есть, а в остальном, то, что она верующий человек, посвященный человек, то, что она, как бы, по замыслу Божьему, вот, это вот, как бы, привело к тому, что ты считаешь своих своих удачным, правильно? Да, ну, удачно, это не значит, что он всегда гладкий, какой-то, потому что люди путают, удачный, и от Бога, значит, там, все прям, как по маслу. Ну, у нас свои там были разные вопросы, которые мы решали, в общем-то, поэтому, но в целом, да, надо все-таки Богу доверять, но и головой, конечно, думать, молиться. И все-таки, я думаю, основной момент, это то, что я знал, что Бог меня призвал на служение, это мне как-то еще с первых лет я уверовал, когда это было очевидно, это от многих мне говорили об этом, я сам-то чувствовал. И супруга у меня тоже придерживается таких же взглядов, как бы, у нее нет желания там свое что-то делать, вот мы вместе служим по этому. А у тебя? Вот она, любовь, нечаянно нагрянет. Да, ну, я хотела бы просто вернуться к моменту спасения и посвящения, потому что без второго, второго вот этого пункта, да, невозможно дальнейший путь с Богом и служения, и даже невозможно найти, наверное, или прийти к тому человеку, с которым тебе Бог предназначил провести всю жизнь именно посвященную Богу. Вот, поэтому, когда я все-таки вернулась, как блудный сын, к папе, да, и я поняла, что больше мне ничего и никого, кроме Иисуса, не надо. Вот этот вот момент посвящения, когда ты говоришь, Господь, вот моя жизнь и что? Вот что хочешь, что делай со мной? То есть я уже не расценивала люди, как те служат, как те служат, меня это не волновало, меня волновало, что ты хочешь от меня, что ты, отец, хочешь от меня лично, ну, и я хочу, когда я пришла в церковь, Господь, я хочу знать слово, как вот стоит вот этот священник и проповедует, я хочу все знать, то есть у меня такая жажда открылась, и я поняла, что это вот момент посвящения, и вот в такой момент, наверное, Господь говорит, все, теперь она моя, теперь я буду делать то, что я хочу изменить в ее жизни. И за два года он фактически все мои пять лет, которые я провела в миру, он очень быстро наверстал, он залечил все мои раны, потому что перед тем, как доверить меня мужчине, мне нужно было исцеление, мне нужно было действительно стать тем человеком, который был бы его достоин. Потому что Бог знает его сердце, вот, и кто ему действительно был нужен на тот момент. И когда я была в церкви, он пришел с евангелистом, он как переводчик пришел, и я увидела его на сцене, и когда первый раз я на него взглянула, внутри меня как будто голос сказал, это твой будущий муж. И я сразу этой мысли, думаю, нет, это свежее мясо пришло как бы в церковь, знаете, да, такое выражение, что юнош не очень много, кто-то приходит, и это все, это потенциальный жених. Да, да, вот, я такая, нет, это моя плоть, я не буду это слушать, и я это отвергнула, сразу же отвергла, вот, и спустя некоторое время... Ну, кстати, я тоже, когда я Лену увидел, мы работали в команде в Евангельске, она пришла на прослушивание, как певица. Нам нужна была певица для евангелционных собраний, и когда я увидела, она пришла с другой своей подругой, она, конечно, мне сразу понравилась, но я уже к тому моменту был натренирован, я себе сказал, нет, я не буду ни в какие влезать, какие-то там флирты или еще что-то, вот, и я так долго держал каменное лицо, такое непроницаемое, что даже когда я уже позже влюблен был, и так пошел ее провожать, и все равно это выглядело так, как будто мне вообще все равно, она даже обиделась в какой-то момент. Привык. Да. Все-таки то, что мы стремимся, любовь, чувство, это прекрасно, это должно быть, это украшает и брак, и взаимоотношения, но, на мой взгляд, должно быть основание и Христос, и Слово, потому что если есть почтение к Богу, к Его Слову, к заповедям, Вот все-таки та личность, да, как бы, Его Слово, да. Она, как бы, является, ну, скрепами такими, что такое Слово может быть не очень удачно, но, потому что сегодня, иногда бывает, что не чувствуешь там каких-то чувств романтических, иногда бывает, что они есть, вот, но если ты знаешь, что в том числе, что и Господь это благословил, и ты это делаешь и для супруги, да, вы вместе, и для Господа, это тоже служение, то это помогает, конечно, сохранять, ну, трезвую голову в каких-то обстоятельствах, сложностях и конфликтах, которые у нас тоже бывали. Мне очень помогает до сих пор, ну, во-первых, я получила Слово от Бога, то, что ты вытащила золотой жетон, ну, то есть для Бога... Было тебе такое слово о нём. Да, да. И, ну, конечно, на тот момент это всё не выглядело так, но я себя чувствовала очень счастливой и, ну, чувствовала любимой. То есть ты оценила вот Владимира как сокровище и подарок в твою жизнь? Да, ну, ещё до того момента, как он вообще меня пригласил на свидание, был просто такой момент, когда он всё ещё держал оборону, да, и я не знала, что он ко мне чувствует. Хотя он был очень всегда общителен со всеми девушками, вот, и со мной так же общительный. Ну, для меня противоположный пол имел значение, вот. И когда мне уже, особенно, когда он меня пошёл вот проводить, да, помните, вот он рассказывал, и потом, как бы, ну, ладно, я пошёл, я стою и не понимаю, что... А, я привёл её на остановку, и, по идее, я должен был её посадить на автобус, а я привёл, ну, ладно, я пошёл, и всё, как бы... И я поняла, что что-то здесь не так, а я уже, ну, у меня химия всё-таки, я уже влюблена, я понимаю, что мне нравится этот человек, и я не понимаю, что происходит. И я так расстроилась, и я не знала, как совладать со своими чувствами, знаете, что я сделала? Я поехала к его маме, потому что мне некому было поделиться, потому что я от всех это скрывала, я ни с кем не делилась, даже с подробностями. Да, ну, мама замечательный человек совершенно. Да, я приехала и сказала, я не знаю, что мне делать, я люблю вашего сына, вот. На что Вера Александровна сказала, ну, я бы на твоём месте тоже бы влюбилась в своего сына. Ну, да, она с большим юмором, вот. Ну, и после этого, видимо, она дала понять, что да всё хорошо вот с той стороны, и он вот уже, видимо, осмелел. Какие умения, вот, помимо посвящения преданности тому обету перед Богом, да, вот в первую очередь, который у вас было, всё-таки вот какие вы умения приобрели в брак, если можно кратко? Конечно, мы учились, сейчас учимся, потому что одна, как я понимаю, что самое важное, это сохранять всё-таки спокойствие при разговоре, потому что когда эмоции напряжены или чувства задеты, то оставаться, как бы сохранять спокойствие, даже тон голоса, это, в общем-то, вызов до сих пор. То есть ты этому научился именно в браке, ни на работе, ни в учёбе, ни в армии? На работе, в учёбе и в армии мне это проще сделать, потому что там я считаю таким спокойным человеком, хотя Лена знает, что я очень могу темпераментным быть, и были... Испыльчивым, да? Да, и первые несколько лет были у нас и разбитая посуда, и мебель там пострадала. Лена, ты помнишь это? Ну, конечно, помню, это сложно забыть, потому что мы оба довольно-таки эмоциональные люди, да, поэтому я не назову флегматичным или холеричным никого из нас, поэтому сложности были. Причём я заметила, что с годами мы начинаем, как бы, знаете, как переливающиеся сосуды, мы перенимаем как хорошее, так и плохое, то есть, да, то есть если я в начале жизни более эмоциональная, видимо, была, то сейчас я с годами успокаиваюсь, а Володя, наоборот, вот где-то более эмоционально что-то воспринимает. Вот, но, к сожалению, мы где-то после 40 лет только начинаем осознавать, что над взаимоотношениями надо реально работать, над общением надо работать. Не учат нас в школе этому, да, то есть не учат, к сожалению. Наши родители не общались с нами, то есть мы не знали вот этой вот особенной любви и принятия, потому что они всё время заняты тоже были, да, вот, поэтому мы с детьми, например, тоже стараемся всё-таки больше общаться, больше их слушать. В чём всё-таки вы считаете призвание? Призвание родителей – это дать им правильное наставление изначально, и в любви, в вере, и второе – это вообще быть с ними, просто быть другом и общаться, потому что есть время маленьких детей, когда ты можешь их воспитывать, и там, может быть, дисциплинировать, с подросткового возраста и далее тебе надо строить по-другому отношения, вот, и детям помочь найти своё призвание, своё место, которое Бог им определил, потому что я считаю, что родители, ну, могут сыграть важную роль в этом. Мне проще ответить на этот вопрос, потому что как-то, находясь в отпуске, постарал, поезжайте в отпуск, Бог говорит там очень часто. Находясь в отпуске, я шла по берегу моря, ножки полоскала в водичке, и вдруг мне Господь тоже внутри говорит, я хочу, чтобы ты следовала за своим мужем, и это твой пастор. Спасибо большое, молодая, энергичная пара. У нас больше получился всё-таки семейный разговор, разговор о том, как приходим к важным решениям. Я надеюсь, что это общение полезно для вас, потому что это очень такая интимная, очень индивидуальная сфера, и я знаю, что в вашей жизни тоже будет по-особенному. Но принципиальные решения, они совершаются в тишине, в сердце, перед Богом. Я желаю, чтобы вы приняли правильное решение, правильное посвящение, о чём говорила Елена, о чём говорил Владимир. С нами была пара Владимира и Елены Цис, людей, которые находятся всю свою сознательную жизнь практически в служении Богу, посвящении Богу, и которые рады тому, что когда-то они сказали «Да», когда-то они вспоминают о том, что они обещали, и есть Тот, кто им всегда помогает. Будьте благословенны. Это была программа «Три сложных вопроса». Три сложных вопросов